Так, друзья, в прошлом уроке я вам показывал, как можно без знания, скажем, без знания языка программирования осуществлять обмен. Мы с вами создали начальный образ, создали распределенные базы и осуществили простой обмен. А теперь давайте сделаем вот что. Как обмен, когда, к примеру, у нас прошли какие-то изменения в центральной базе. И мы хотим, чтобы эти изменения, конечно, коснулись и нашей периферийной базы. Для этого, к примеру, идем в конфигуратор, добавим, скажем так, новый объект. Новый объект, пускай это будет, к примеру, еще один документ. Какой-нибудь ввод остатков. Создавать документ мы, конечно, не будем. Мы просто сделаем так, чтобы можно было хоть что-то здесь увидеть. Так, все, мы сделали документ ввод остатков. Давайте обновляем эту конфигурацию в центральной базе. Так, запускаем 1С. Идем в планы обмена. И точно так же выбираем периферийное и записать изменения. Кликаем сохранить на рабочий стол. Центральная периферийная. Название этого пайлика. Все. Теперь что мы делаем дальше? Теперь мы закрываем этот конфигуратор. Открываем 1С предприятие вновь. Но открываем уже периферийную базу. Запускаем 1С. Открываем планы обмена. И точно так же, как при обмене данными, так и при обмене конфигурации. Вместе с данными включаем. Кликаем. Прочитать изменения. Выбираем этот файлик. Файл сообщения. Его еще называют. Вот центральные и периферийные. И вот мы видим следующую ошибку. Из главного узла распределенной информационной базы получены изменения конфигурации. Необходимо выполнить обновление конфигурации баз данных. Обновление может быть выполнено в режиме конфигуратор. Что это значит, друзья? Это значит то, что данные уже попали в наш конфигуратор. Изменения метаданных уже прошли. Только пока мы их не видим. Чтобы мы их увидели, нужно обновить конфигурацию. Поэтому запускаем нашу периферийную базу в режиме конфигуратор. Затем обновляем просто конфигурацию. Смотрим. Ну вот. Теперь у нас есть еще один документ. Это ввод остатков. Изменения попали в нашу периферийную базу. Таким вот образом осуществляется обновление конфигурации периферийной. Кстати, еще скажу, друзья, что если вы хотите загрузить с центральной базы вот эти обновления в конфигурацию, вашу периферийную конфигуратор во время этого обмена должен быть закрыт. Потом вы его только потом открываете и обновляете конфигурацию. Иначе изменения не попадут и вам придется еще раз заходить в 1С и выбирать прочитать изменения. На этом данный урок закончен. Продолжение в следующем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова